В Самарской области собрали миллион тонн зерна, а через неделю объем вырастет до полутора миллионов. За три года только прирост по объему пшеницы ожидается в 200 тысяч тонн. Увеличение показателей удалось достичь за счет использования новой техники. Ежегодно регион закупает более 600 тракторов и комбайнов. Четверть сельскохозяйственных машин приобретают при поддержке Росагролизинг. Самарская область сотрудничает с акционерным обществом с 2018 года. Только в текущем году в регион поставили 349 единиц техники. В будущем много новых планов. Правительство региона и руководство компании подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Мало того, что мы поддерживаем самарский сельхозтоваропроизводителей, но и два основных наших поставщика сельскохозяйственной техники находятся также в Самарской области. Если говорить о совокупном объеме денежного оборота, то он достигает 5 миллиардов рублей. Это поставка сельскохозяйственной техники и непосредственно поставка машиностроителями нам оборудование, которое мы дальше передаем в лизинг по всей Российской Федерации. Конечно, Самарская область для нас стратегически важный регион, и мы готовы всячески поддерживать. Вот это соглашение, которое мы сегодня подписали, оно как раз и направлено на то, чтобы увеличивать потенциал, увеличивать возможности сельхозтоваропроизводителей вовремя убирать, вовремя сеять. Таким образом, будет стабильнее наша стратегическая продовольственная безопасность страны. Благодаря своевременному уходу и сбору урожая на его количество не повлияла и аномальная жара, которая стояла в Самарской области в начале июля. Прогнозируется, что зерновых не только не станет меньше, их количество, напротив, заметно вырастет по сравнению с прошлым годом. То, что касается иеровых культур, то, конечно, погодные условия здесь, может быть, не самые благоприятные были, но все равно урожайность неплохая, я думаю, что она будет выше, чем в прошлом году. То, что мы фактически на начало августа намолачиваем полтора миллиона тонн зерна, это очень хорошие результаты. Чтобы землевладельцы смогли обновлять свой технопарк, ежегодно в Самарской области делается ставка на субсидирование из регионального бюджета. Область компенсирует 80% от уплаченных лизинговых платежей, что, в свою очередь, привлекает дополнительное федеральное финансирование. В планах до 2024 года привлечь не меньше 20 миллиардов рублей инвестиций, для того, чтобы и дальше была возможность закупать новое сельскохозяйственное оборудование. Мария Левина, Николай Сидоров, События.